100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 127. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить это уравнение самостоятельно. На канале уже было разобрано что-то похожее, но только степени у нас были не шестые, а четвертые. Тем не менее, попробуем начать решение нашего уравнения с замены переменной наподобие той замены, которая была в прошлый раз. А именно, заменим на новую переменную t переменную x плюс среднее арифметическое вот этих наших двух чисел. То есть мы должны к минус 2 прибавить минус 4 и разделить на 2. То есть минус 6 мы делим на 2, получаем минус 3. А это значит, что замена наша будет иметь вид t равно x минус 3. Откуда x будет равен t плюс 3. Подставляем вместо переменной x t плюс 3 в наше уравнение. И получаем новое уравнение следующего вида. t плюс 1 в шестой степени. Плюс t минус 1 в шестой степени. И все это равно 64. Попробуем расписать левую часть уравнения по формуле суммы кубов. Для этого левую часть можно представить как t плюс 1 в квадрате. и все это в кубе плюс второе слагаемое t минус 1 в квадрате и все это в кубе равно 64. Сумма кубов по формуле будет равна сумме наших квадратов умножить на неполный квадрат разности этих чисел. И вот в этой второй скобке, то есть в этом неполном квадрате разности мы сразу выделим полный квадрат. То есть мы прибавим удвоенное произведение этих чисел и вычтем удвоенное произведение этих чисел. Тогда после выделения полного квадрата вторая скобка будет иметь вид. Квадрат вот такой суммы и минус утроенное произведение вот этих наших квадратов. Сразу подведем под общий квадрат и в скобках у нас получится разность квадратов. То есть в результате мы получаем минус 3 умножить на t квадрат минус 1 и все это в квадрате равно 64. Находим суммы квадратов. Вот это у нас одно и то же. То есть раскрываем скобки и приводим подобные слагаемые. Тогда первая скобка дает нам 2t квадрат плюс 2 и можно сразу число 2 вынести за скобку. То есть 2 выносим, остается t квадрат плюс 1. Во второй скобке вот это число, которое получилось, мы должны еще возвести в квадрат. То есть мы получим 4 квадрата суммы. 4 умножить на t квадрат плюс 1 и все это в квадрате. Минус 3 умножить на скобки. И вот теперь в нашей последней скобке к t квадрату прибавим единицу и вычтем единицу. Тогда в результате получим t квадрат плюс единица до минус 2. И все это в квадрате. Все это равно 64. Делим обе части на 2. Тогда в правой части остается 32. И сразу можно сделать замену. t квадрат плюс единицу заменим на новую переменную, например, z. Подставляем, окончательно получаем. z умножить на 4z в квадрате минус 3 умножить на z минус 2 в квадрате. И все это равно 32. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Получаем z умножить на z в квадрате плюс 12z минус 12. Минус 32. Сразу переносим влево со знаком минус. И все это равно 0. Раскрываем скобки и получаем уравнение третьей степени. Подбираем корень среди делителей свободного члена. И корень легко находится. Это будет число 2. А это значит, наш многочлен нацело должен разделиться на z минус его корень. То есть на z минус 2. Далее можно по-разному действовать. Можно разделить в столбик наш многочлен на z минус 2. А можно сразу путем группировки выделить z минус 2 в левой части и вынести эту разность за скобки. Например, давайте выделим z минус 2. Тогда z в квадрате у z в кубе мы выносим. А должно остаться у нас z минус 2. То есть z минус 2 перепишем. Раскрываем скобки. Получаем z в кубе. Да, z в кубе было. Умножаем на минус 2. Получаем минус 2z квадрат. А у нас было 12z квадрат. Значит, мы должны были вычесть 2z квадрат и прибавить 2z квадрат, чтобы ничего не изменилось. То есть если мы прибавим 2z в квадрате, у нас получится 14z в квадрате. То есть следующее число, которое у нас вот здесь осталось, это 14z в квадрате со знаком плюс. Снова выделяем z минус 2. Это значит 4z мы выносим за скобки. У 14z в квадрате. Тогда получаем плюс 14z. В скобках снова мы должны получить z минус 2. Раскрываем скобки. 14z в квадрате. А нам как раз это и было нужно. И минус 28z. Но у нас было минус 12z. Значит нам до минус 28z не хватило минус 16z. Это значит мы вычли 16z, а значит теперь нужно прибавить 16z. Итак, 16z у нас осталось со знаком плюс. Выносим у числа 16z число 16 за скобки. Тогда в скобках остается z. И вот здесь как раз у нас оставалось 32. Мы вынесли 16, значит будет минус 2. Все это равно 0. Ну и теперь z минус 2 выносим за скобки. Получаем z в квадрате плюс 14z плюс 16 равно 0. Произведение двух сомножителей равно 0, когда хотя бы один из них равен 0. То есть или z минус 2 равно 0. Или z в квадрате плюс 14z плюс 16 равно 0. Решаем отдельно каждое уравнение. Первое уравнение дает нам корень z равное 2. Теперь отдельно решим второе уравнение. Для этого находим дискриминант. Даже лучше d1 находить. То есть d деленное на 4. Четвертинку дискриминанта. То есть d1 будет равно b деленное на 2 в квадрате. Это будет у нас 49. И минус ac. То есть минус 16. Получаем 33. Тогда корни будут иметь вид z первое второе равно минус b пополам. То есть это будет минус 7. Плюс-минус корень из 33. Заметим, что оба корня отрицательны. То есть меньше 0. Но у нас z равно сумме t квадрат плюс 1. А эта сумма строго больше 0. То есть получается, что для этих значениях переменной z решения у нас не будет. То есть остается только одно значение z. z равное 2. Делаем обратную замену. t в квадрате плюс 1 будет равно 2. Откуда t в квадрате равно 1. А значит t равно плюс-минус 1. Возвращаемся к переменной x. Получаем 2 корня. Или x равен минус 1 плюс 3. 2. Или x равен 1 плюс 3. 4. То есть в результате решения мы получили 2 корня. Пишем ответ. x равен 2. Или x равен 4. Задача решена. Кому решение понятно, не забудьте поставить лайк. И напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.